Здравствуйте! Вы смотрите программу Бастау Кирек на телеканале Хабар 24. Меня зовут Каиржан Смогулов. Довести ежегодные доходы от транзита грузов через территорию Казахстана до 5 миллиардов тенге к 2020 году. Такую задачу поставил глава государства в послании. Что надо сделать для того, чтобы достичь этой цели? Об этом сегодня и поговорим. Но для начала немного цифр о строительстве транспортно-логистической инфраструктуры в 2017 году. Смотрим. В целом за весь прошлый год на развитие транспортно-логистического сектора страны потратили более триллиона тенге. Это на 6,3% больше, чем в 2016. Причем наибольшую долю, 37%, средств вложил бизнес. Среди завершенных проектов можно отметить строительство вторых путей на участке Шуалматы и развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса. Итак, господин Асавбаев, цифры цифрами, но хотелось бы от вас услышать вашу оценку. Все-таки каково, на ваш взгляд, сейчас состояние транспортно-логистической инфраструктуры в Казахстане? На мой взгляд, транспортная инфраструктура Казахстана, транспортно-логистическая инфраструктура Казахстана уже сформировалась. Есть соответствующий на сегодняшний каркас, который обеспечивает беспрепятственный проезд как транзитных грузов, так и внутренних перевозок внутри Казахстана. Понятно, что здесь цифры за 2017 год, но хотелось бы сказать, что только за последние 10 лет вложено в транспортную инфраструктуру порядка 26 миллиардов долларов США. То есть построена эта совсем новая железная дорога, по примеру, протяженностью 1700 километров, например. Я вот читал, что количество, скажем, вагонов, контейнеров, которые между Казахстаном и Китаем ходят, когда идут в обратную сторону в Китай, стали больше загружаться на 70%. Но получается, что в какой-то момент была проблема с тем, что эти контейнеры фактически по ряжнякам шли. Ну, здесь нужно понимать этот транзитный груз, за него надо бороться. Нужно предоставить хороший сервис, нужно хорошую скорость предоставить, нужно хорошее время представить, чтобы люди начали, то есть наши международные партнеры начали пользоваться именно транзитом через Казахстан. Доверяли? Конечно, это сразу одномоментно не будет. Вот мы вам контейнер поставили, пожалуйста, загрузите, такого не будет. Конечно, со временем нарабатывался маршрут. Хотелось бы услышать мнение игроков, собственно, рынка. Господин Кулышев, а что стало ложкой дегтя в этой бочке меда? Ложка дегтя – это больше, наверное, не развитие инфраструктуры твердой, а, как можно сказать, такой термин развития мягкой инфраструктуры. Это больше вопрос компетенции логистических работников, больше законодательная основа какой-то сервис и так далее. Также, если брать по таможенной части, есть, вы сами знаете, у нас Западная Европа, Западный Китай. Это автомагистраль, которая длится с Харгоса, проходит Алматинскую область, Южно-Казахстанская, Казахстанская, Ахтубе и в Россию. И в Россию ходят. Это большой крупный мегапроект, очень большой, он был полностью реализован. Но есть одна маленькая деталь. Мы ожидаем в этом году, если даст Бог, запуск нового пункта пропуска Нуржола на китайской границе. И у нас сейчас есть пункт пропуска Жаркент, это бывший Харгос, сейчас называется пункт пропуска Жаркент. Он как бы относительно морально устарел. Там инфраструктура с 2004 года, если память не изменяет, такая же. Это, как ожидается закрытие, да, у нас Алла-Жеса? Ну, в действительности, да, во втором квартале, то есть в середине этого года ожидается открытие этого пункта Нуржола. Проект построен на условиях ГЧП, то есть это в действительности важный, очень важный пункт пропуска. То есть транспортникам станет легче дышать? Транспортникам станет легче проходить границу, потому что в действительности есть то, что дороги построены, с китайской стороны построены, но нужно теперь на госгранице соответствующая инфраструктура должна быть обеспечена, то есть должен быть соответствующий пункт пропуска. То есть реализуются такие инструменты, которые как раз таки направлены на сокращение времени обработки самих документов. А вообще, если взять вот так вот откровенно, нет ли риска, что в итоге стоимость перевозки грузов в Казахстане возрастет, на ваш взгляд? У нас, смотрите, вот, если брать стоимость перевозки грузов, это, как ранее мы сказали, это конкурентная среда. То есть сам рынок определяет, сколько этот контейнер будет стоить отправить от точки А до точки Б. Ну, тем не менее, мы считаем, что она, наоборот, оптимизирует как раз таки расходы перевозчиков. В том же деле наследие? То есть потому что они экономят на сроках доставки, потому что... Быстро перевалка идет. Да, быстро перевалка, соответственно, услуги предоставляют на более качественном уровне. Те же самые лучшие дороги, те же самые... Мы сейчас, вот, к примеру, занимаемся тем, что у нас объем грузов началось увеличение, да, то есть то же самое транзит, например, на железную дорогу, по железной дороге с 13 миллионов вырос до 15 миллионов, к примеру. Но для того, чтобы вы сказали, чего сейчас не хватает, вот мы сейчас начали, ну, не то что начали, за счет этих объемов и за счет того, что есть определенный срок износа подвижного состава, сейчас идет активное, так сказать, приобретение подвижного состава. Сейчас мы должны устранить именно в этой части, в части достаточного количества подвижного состава, как полувагонов, так и фитинг-платформ, так и другие виды состава, да. Хорошо, господин Владимиренко, вот мы сейчас рефреном повторяем словосочетание интеллектуальная транспортная система, цифровизация и так далее. Насколько я знаю, как раз-таки ваша национальная компания вплотную занимается вопросами цифровизации в транспортной системе. Собственно, о чем идет речь? Что такое, по большому счету, интеллектуальная транспортная система? Ну, вообще, интеллектуальная транспортная система, если касаться терминологии именно, то это совокуп, точнее, это интеграция информационных и телекоммуникационных систем, а также автоматизированных средств с инфраструктурой транспортной и с транспортными средствами, ориентированная на обеспечение безопасности, повышение транзита, комфортабельности и так далее. То есть, те ворота, которые стоят на трассе Астана-Боровой, это, так сказать, ваше дело? Астана-Боровой – это один из элементов, так скажем, интеллектуальной транспортной системы. Это, как бы, так скажем, начало этого всего пути, достаточно большого и длинного, если так разобраться. Так, а что-то подобное мы на других дорогах в Казахстане увидим? Ну, я думаю, да, в ближайшее время точно увидим. Конечно, увидите, потому что вот мы сейчас, в текущем году будут, вот, Астана-Тимиртау, Алматы-Харгос, Алматы-Копчегай, например, в текущем году будут сданы. В целом до 2020 года порядка 6000 километров автомобильных дорог, они будут платными. То есть, задача, вот эта платная система, она просто, один из, правильно сказали, она просто из маленьких компонентов. То есть, эта система, это не есть интеллектуальная система. Да, эта система позволяет обеспечить сбор соответствующих данных, правильно? То есть, какое количество потока туда идет, когда идет, да, интенсивность. И там платные участки, которые там установлены, чтобы они не были барьером, а как раз таки обеспечили объективно сбор соответствующих платежей. Сбор не ради того, чтобы там собрать огромное количество денег, чтобы куда-то их потратить. Нет, как раз таки сохранить, обеспечить сохранность того участка автомобильных дорог, с которого идет как раз сбор средств. Эти деньги, вот, к примеру, в этом году, сказали, полтора миллиарда собрали. В прошлом году 1,2 миллиарда было. Да, эти деньги как раз-таки должны расходоваться именно на содержание дорог. Это вовремя чистить эти дороги в зимний период. Это в летний период соответствующее содержание обеспечит. Это, правильно сказали, обеспечит безопасность этого участка дорог. Понятно, что вы, как, по сути, нацкомпания, проводящая государственную политику, должны, по сути, обязаны проводить цифровизацию, внедрять новые технологии и так далее. А вот есть ли ответная реакция от бизнеса? Ну, говоря об ответной реакции, здесь как бы, если вопросы уже готовые к какой-то реализации, то пока, ну, как такого интенсивной автоматизации в этой области нет. Но если говорить... Упреку в вашу сторону. Нет, ну, это не упрек, это больше консультация факта. Я бы здесь даже не согласился. Конечно, в части того, чтобы именно, может быть, нету у транспортных организаций, нету той системы, которая бы там интегрировалась с дорожными системами, да, но это лишь вопрос времени. Транспортники давно уже применяют те или иные системы навигации. Транспортники давно уже применяют те или иные платформы, которые обеспечивают, то есть, общение как грузоотправителя, так и перевозчика. То есть, транспортники уже давно применяют эту систему. Они знают, например, если он едет от пункта А до пункта Б, и в системе они указывают, и в системе они читают, есть ли попутный груз обратно. Стоит отметить, что по заданию президента в Казахстане должно произойти массовое внедрение блокчейна, отслеживание движения грузов в онлайн-режиме и использование технологий Бигдата. А какими новыми технологиями пользуются казахстанские перевозчики грузов сейчас? Давайте узнаем. В этой алматинской компании создали продукт, который смело конкурирует с зарубежными аналогами в сфере грузовых перевозок и складирования. Казахстанские программисты написали целый комплекс инструментов, помогающих отечественным транспортникам, логистам и курьерам. По словам руководителя команды, одно из преимуществ разработки в том, что она постоянно приспосабливается к условиям нашего рынка. Наш продукт заключается в облачном программном решении, веб-приложении для диспетчера-логиста, мобильное приложение для курьеров-водителей и сервисы для клиентов компании. Как видно, некоторые цифровые технологии уже внедряются. Тем не менее, господин Савбаев, на ваш взгляд, ведь не зря поставлена президентом задача все-таки масштабно внедрять цифровые технологии. Что будет все-таки делаться? Что должно делаться в первую очередь? Одно понятно, что будет повсеместная цифровизация. Наша задача уже в 2018 году, четко на сегодняшний день сегментированный уже рынок. То есть у нас сейчас железнодорожный транспорт отдельно, автомобильный отдельно, морской отдельно. Мы хотим начать создание той системы, которая будет интегрировать все эти виды перевозок. Это раз. То есть, я имею в виду, в 2018 году начало этой системы, которая будет объединять все виды транспорта. Будут реализованы различные подсистемы, которые будут предоставлять перевозчикам итоги этой автоматизации цифровизации. Некий сервис, то есть? Да. Соответствующие сервисы, прежде чем выехать в дорогу, прежде чем оформить соответствующие документы, они будут пользоваться этими системами уже к концу года. То есть начало уже применения этих определенных подсистем будет в конце 2018 года. Господин Луновенко, что из, так сказать, ваших запланированных проектов сработает как раз-таки на достижение этой цели? Ну, как я уже, точнее, как Иосиф Александрович сейчас упоминал, планируется внедрение двух участков системы взимания оплаты, точнее трех дополнительно. То есть это Астана-Тимирта, Алматы-Копчега и Алматы-Харгос, на которых в том числе будут внедрены различные элементы интеллектуальной транспортной системы, то есть это системы взвешивания в движении, это мониторинг климатических условий на дороге, то есть это метеостанции дорожные, которые будут своевременно оповещать о различных дорожных ситуациях, точнее о изменении климата, об обледенении, о видимости и так далее. Это различные системы видеоаналитики, которые вдоль дорог будут вдоль опасных участков выстраиваться и будут позволять анализировать информацию о потоках, о ситуации на дороге с применением как раз технологий нейронных сетей, то есть это по сути элементы искусственного интеллекта. Господин Кулышев, вот в завершении хотелось бы услышать от вас такую вещь. Если замыслы государства будут полностью воплощены в жизнь, реализованы и так далее, если нацкомпании внедрят все технологии, которые запланировали внедрить, на ваш взгляд, что изменится собственно на рынке перевозок, транспорта, логистики, каким образом это отразится на игроках? Смотрите, сейчас активно развиваются инфраструктурные проекты. Помимо этого, их нужно сопровождать соответствующим сервисом. Вот эти интеллектуальные системы, Астана-1, это все как раз-таки одна часть большой сервисной системы. Когда, если чуть дальше пойдем, вот эта платная дорога, информационная система, она обеспечивает реконструкцию дорог, то есть самообеспечение. Что такое хорошие дороги, вытекающие из этой информационной системы? Это скорость, это минимум амортизации транспортных средств. Это все, а одна, маленькие части всего одного большого, да? То есть если реализуются вот эти все информационные системы, будет сопровождаться соответствующий сервис при развитии инфраструктурных проектов, то мы можем сказать, что мы в Казахстане можем построить конкурентные маршруты по конкурентным ценам, срокам, потому что, как ранее было сказано, что есть несколько маршрутов, которые конкурируют с Казахстаном. Та же самая Россия, южные регионы и так далее, да? Если мы это все организуем, то мы сопровождем соответствующим сервисом, мы будем намного привлекательнее для зарубежных инвесторов, перевозчиков, покупателей и так далее, и так далее. Огромное спасибо, уважаемые эксперты, за то, что пришли к нам сегодня в студию и ответили на все вопросы. Итак, это была программа Бастау Кирек на телеканале Хабар 24. Увидимся в следующем выпуске. Всего доброго.